Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса всё о главных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Сергей Комаров, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Электронное будущее. В 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Есть много людей, которым, наверное, не очень комфортно жить в электронном мире. Есть люди, которые с рождения уже привыкают свайпами, движениями управляться с экраном. Есть люди, которым это непривычно. Никакого принуждения к тому, чтобы переходить на это устройство, не будет. Частичная разблокировка счетов группы компании «Восток Цемент» ситуацию облегчает, но не решает. Руководство холдинга предпринимает следующие шаги. Стены Владивостока украсят китобои, фотографы и каторжники. Квест по фрескам прокладывают на стенах почтового переулка команда Павла Шугурова. Это изображение сделано по фотографии Прей. Когда-то, гуляя по Владивостоку, она запечатлела двух музыкантов. Эта фреска своего рода приглашение для квеста. Также в выпуске возбуждено уголовное дело после серьезного ДТП, унесшего жизни шестерых человек в Шкотово. И еще расскажем. Владивосток на этой неделе стал площадкой для проведения Азиатско-Тихоокеанского форума по управлению интернетом. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Штормовое предупреждение объявлено в Приморье. Сбываются худшие опасения синоптиков. По прогнозам метеорологов, утром 22 июля тайфун Данас подойдет к городу Владивостоку, где произойдет объединение облачных массивов тайфуна и атмосферного фронта. Результатом станут интенсивные ливни с количеством осадков за короткий промежуток времени до 100-140 мм. Это 100-130% месячной нормы. Наиболее интенсивные дожди ожидаются в Хасанском, Надеждинском, Уссурийском, Пограничном, Октябрьском, Харольском, Ханкайском районах, Владивостоке, а также в юго-восточной части Приморья. В Хасанском районе интенсивный дождь начнется уже днем – в воскресенье 21 июля, а в остальных районах – в ночь на 22 июля. Дожди будут сопровождаться штормовым ветром, преимущественно южного направления. Не исключены штормовые нагоны на побережьях. В вышеперечисленных районах ожидаются подъемы уровней рек до 3 метров, что вызовет подтопление сельхозугодий, автодорог и низководных мостов. В Уссурийске возможны подтопления отдельных районов за счет дождевого стока. Учитывая складывающуюся ситуацию, отдыхающим в палатках настоятельно рекомендуется в субботу 20 июля свернуть и эвакуировать палаточные лагеря. Власти края сообщили, что службы жизнеобеспечения региона приведены в режим повышенной готовности. Спасательные и аварийные службы Приморья готовы к оперативному реагированию в случае возникновения ЧАЭС. В Владивостоке в связи с непогодой будет работать оперативный штаб по ликвидации последствий. Все службы жизнеобеспечения города перейдут в режим работы повышенной готовности. В случае сильного дождя горожанам рекомендуют по возможности остаться дома и призывают на время непогоды отказаться от использования личного автотранспорта. Во избежание затопления улиц соответствующие службы ведут проверку системы ливневой канализации. Телефон единой дежурной диспетчерской службы города 2-222-333. Уголовное дело возбуждено в Приморье после ДТП с грузовиком и минивэном, где погибли шесть человек, сообщает Управление МВД России по Приморскому краю. Напомним, в Шкотовском районе произошло столкновение автомобилей Toyota Vish и грузовика Hovo. В результате автоаварии погибли шесть человек – 45-летний водитель и пассажиры минивэна, среди которых три женщины и двое мужчин. Из покорёженной иномарки удалось вытащить ребёнка, который, по информации источника, получил множество ушибов и переломов. Шестилетний мальчик был госпитализирован в лечебное учреждение во Владивостоке. 37-летний водитель грузовика не пострадал. Полиция сообщила, что водитель автомобиля Toyota Vish двигался со стороны Шкотова в направлении Владивостока. Он столкнулся с грузовиком на 32-м километре автодороги Артём-Находко, Порт Восточный. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Следователям назначен ряд исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. В 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Им на смену придёт электронный документ. Его первыми обладателями смогут стать жители Москвы, где внедрение нового формата паспорта в пилотном режиме начнётся в июле следующего года. О новом документе в нашем следующем материале. Знаменитый дубликат бесценного груза, краснокожая паспортина, главный документ россиян, удостоверяющий личность в его привычном бумажном варианте, скоро канет в лету. В 2022 году в России выдадут последние бумажные общегражданские паспорта. Им на смену придёт электронный документ, пластиковая карточка с чипом. По форме она напоминает современные водительские права. Его первыми обладателями станут, как водится, жители Москвы. В столице внедрение нового формата паспорта в пилотном режиме начнётся уже через год. Есть много людей, которым, наверное, не очень комфортно жить в электронном мире. Есть люди, которые с рождения уже привыкают свайпами, движениями управляться с экраном. Есть люди, которым это непривычно. Никакого принуждения к тому, чтобы переходить на это устройство, не будет. Но мы намерены двигаться динамично, чтобы тем, кто хочет это делать, дать такую возможность. Предполагается, что в электронном паспорте должны быть все данные о человеке и его электронная подпись. Плюс он объединит в себе несколько документов, которые важны для любого лица. Это и водительское удостоверение, и СНИЛС, и другие документы. Срок действия электронного паспорта – 10 лет. С новым форматом уйдёт в прошлое внесение паспортных данных в документы и анкеты от руки. Вся информация будет считываться одним кликом, как расчёт в магазине с помощью банковской карты или телефона. Это заменит и разного рода страховые свидетельства, и водительские права. Напомню, пошлина на водительские права, сейчас, если мне память не изменяет, составляет 2000 рублей за получение прав. А я напомню, что вот здесь 300. Но это не главное. Главное, что это огромное удобство и безопасность. Я надеюсь, что нам удастся это людям доказать. Если документ выдан после 45 лет, когда по законодательству предусмотрен последний срок его замены, то бумажный формат можно будет оставить себе и дальше. Остальным гражданам электронный образец оформят в установленные сроки его замены при достижении 20 и 45 лет. Выдача паспортов старого образца завершится в 2022 году. Но все, кто пожелает оставить себе бумажный паспорт, смогут им пользоваться всю жизнь. Светлана Садовая, Новости на Восьмом. На этой неделе стало известно о снятии ареста с части счетов «Восток-Цемента». Частичная разблокировка счетов дальневосточного строительного гиганта ситуацию облегчает, но не решает. Своё мнение по этому поводу высказал и экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв. Руководство холдинга предпринимает следующие шаги. Разблокировка счетов группы компании «Восток-Цемент» стала позитивной новостью для холдинга и строительной отрасли Дальнего Востока в целом. 15 июля стало известно, что Следственный комитет Российской Федерации частично снял арест с банковских счетов компании. Это позволило вздохнуть более-менее свободно тысячам дальневосточников, работающих на Спас-Цементе, Теплоозерском цементном заводе, Якут-Цементе, Дробейно-Сортировочном и Владивостокском бутачебёночном заводах. Они вовремя получат заработную плату, а предприятия смогут платить налоги, делать отчисления во внебюджетные фонды. Губернатор Приморского края Олег Кожемяка посетил Спас-Цемент и рассказал сотрудникам завода о том, как сейчас обстоят дела. Поэтому вопрос имеет особенно острое значение. Я о нём доложил председателю правительства Адмитрия Анатольевичу Медведеву. Он дал поручение своему аппарату рассмотреть и связаться со всеми структурами с тем, чтобы была обеспечена производственная деятельность. Конечно, мы будем продолжать эту работу с тем, чтобы комбинат работал устойчиво. Все те требования судов по взысканию исков налагались на то имущество, на акции, на то, что не представляет угрозы для предприятия. Несмотря на сдвиги в решении проблемы, ситуация остаётся крайне напряжённой. Ведь разблокировка счетов лишь частичная. Для полноценного функционирования заводов этого явно недостаточно. Так, для производства цемента предприятия закупают доменный шлак и гипс, запасы которых ограничены. Необходимо вовремя рассчитываться за уголь, тару, электроэнергию и топливо. Резь счетов делает это невозможным. И в целом этот вопрос для Дальнего Востока имеет огромное значение. Мы были непосредственно недавно на ЦСС «Звезда», где строятся сейчас сухие доки под ледоколы, под газовозы, под танкера. И для них этот вопрос сегодня находится в таком тревожном ожидании. Если остановится этот завод, то там есть цикл непрерывного литья этого дока, когда там тысячи тонн бетона должны укладываться без перерыва. И сегодня они вынуждены строить бункера, где-то думать, закупать за рубежом цемент. Но это же вещи абсолютно абсурдные при наличии на территории Приморья такого завода. А далее мы должны смотреть, что будет со строительной отраслью. Продукция «Востокцемента» востребована на всех масштабных стройках Дальнего Востока. Среди них магистральный газопровод «Сила Сибири», третья очередь угольного терминала «Восточный порт», здания школ, детских садов и многие другие. Малейшие сдвиги в поставках строительных материалов на эти стройки приведут к затягиванию сроков сдачи объектов в эксплуатацию. Поэтому обеспечение нормального функционирования заводов – одна из самых важных задач всех трех регионов присутствия предприятий. Своё отношение к частичной разблокировке счетов «Востокцемента» высказал и экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв на страничках в социальных сетях. «В понедельник мне стало известно о частичной разблокировке счетов предприятий «Востокцемента». Но арест снят только для выплат зарплаты сотрудникам и налогов. Если счета не будут работать для обеспечения производственной деятельности предприятий, то не будет ни зарплат, ни налогов. Не мешайте работать». Тем временем стало известно, что гражданский иск «Востокцементу» в рамках дела экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарёва будут рассматривать по месту нахождения ответчика. Ходатайство Генеральной прокуратуры России об изменении территориальной подсудности по гражданскому иску в отношении Игоря Пушкарёва и шести юридических лиц отклонил Верховный суд. Если прокуратура не оспорит решение, процессы взыскания 3,2 млрд рублей с фигурантов дела будут проходить в Советском районном суде Владивостока или в местах присутствия заводов, то есть, как вариант, в еврейской автономии и Якутии, но не в Москве. Впервые за годы рассмотрения дела суд встал на сторону защиты экс-мэра Приморской столицы. Считаю данное определение совершенно обоснованным, так как прокурорам не приведено ни одного доказательства, свидетельствующего о необъективности судей Советского районного суда Владивостока, равно как и судей всего Приморского края. Напомним, Генпрокуратура и в этот раз при рассмотрении уже гражданского иска хотела добиться того, чтобы дело в отношении Игоря Пушкарёва рассматривали не в Приморье, а в Москве. По мнению прокуратуры, приморские судьи не смогут объективно работать, так как экс-глава Владивостока до сих пор имеет серьёзное влияние в регионе, в частности, на судейское сообщество. В качестве обоснований приводился и тот факт, что Игорь Пушкарёв активно выступает в СМИ, ведёт страницы в социальных сетях и имеет сайт в свою поддержку. Однако доказать это влияние прокурору не удалось. У нас верховенство закона, а потом уже можно ссылаться на что-то иное. Не существует практики отвода судей всего региона. Суды всегда указывают. Обращайте внимание на конкретные обстоятельства, которые говорят о предвзятости судей. Что хочет сделать прокуратура? Свои полномочия аккуратненько по процессуальной аналогии ввести в гражданский процесс. После четырёх часов заседания Верховный суд так и не нашёл весомых оснований для изменения территориальной подсудности. Так что есть вероятность, что гражданский иск по взысканию трёх миллиардов рублей, где ответчиком выступает, в частности, и «Востокцемент», будет рассматриваться в Советском районном суде Владивостока. Сегодня Приморский завод холдинга «Спасцемент» работает стабильно. Запасы сырья и материалов для изготовления цемента есть, поэтому все обязательства перед клиентами завод выполнит. В настоящее время мы работаем стабильно, никаких потрясений нету, заказами обеспечены до конца года, поэтому вопросов нету. Напряжённая ситуация остается только в коллективе, в связи с тем, что арестованы счета. По словам генерального директора холдинга Алексея Сысоева, 22 июля в Басманном суде Москвы будет рассмотрено ходатайство о снятии ареста со всех счетов «Востокцемента». Напомним, помимо ареста счетов, прокуратура наложила арест на имущество общей суммой 16 миллиардов рублей. 24 июля будет рассмотрено ходатайство о снятии ареста с имущества холдинга. Восьмой канал будет следить за развитием событий. Катерина Матвеева, Светлана Садовая, новости на восьмом. Сейчас уйдём на короткую рекламу, после которой... Владивосток готовится к празднованию дня военно-морского флота. Хоккеисты «Адмирала» ведут активную подготовку к новому сезону. Команда в обновлённом виде тренируется на льду фетисов арены. Стены Владивостока украсят китобои, фотографы и каторжники. Квест по фрескам прокладывает на стенах почтового переулка команда Павла Шугурова. Сегодня с вами я, Сергей Комаров, и мы продолжаем. Владивосток готовится к празднованию дня военно-морского флота. Хоккеисты «Адмирала» ведут активную подготовку к новому сезону. Команда в обновлённом виде тренируется на льду фетисов арены. Стены Владивостока украсят китобои, фотографы и каторжники. Квест по фрескам прокладывает на стенах почтового переулка команда Павла Шугурова. Владивосток на этой неделе стал площадкой для проведения Азиатско-Тихоокеанского форума по управлению интернетом. На мероприятие международного масштаба съехалось больше трёх сотен участников из 50 стран мира. Форум стал юбилейным, десятым по счёту. В этом году основными темами стали безопасность киберпространства, ликвидация цифровой безграмотности, а также повышение доступности интернета для любых слоёв населения. Подробнее расскажет мой коллега Евгений Черёмухин. Церемония открытия во Владивостоке 10-го регионального Азиатско-Тихоокеанского форума по управлению интернетом началась эффектно. В зал, где собрались участники из 40 стран, с гармошкой и караваем вошли артисты народного ансамбля. Юбилейный форум собрал под своей крышей 300 участников, большинство из которых из-за рубежа. Каждый год мы собираем участников из большого количества стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Конкретно этот форум во многом посвящен вопросам дальнейшего развития технологий, и особенно в сфере информатизации и кибербезопасности. Также обсудим вопросы, связанные с участием молодёжи и молодого поколения в управлении интернетом. Организаторы подчёркивают важность форума по управлению интернетом. Главный аргумент – целое поколение выросло с интернетом, превратившись таким образом в первых цифровых аборигенов. Поэтому, говорят эксперты, именно молодёжь должна играть ключевую роль в решении вопросов по управлению интернетом. Российская власть, к слову, подобной политики не придерживается. Но свою лепту в форум отечественные профильные ведомства всё же внесли. Азиатско-Тихоокеанский форум по управлению интернетом – это часть региональных форумов. То есть, если в принципе смотреть, в 2005 году была проведена под Эгидеон всемирная встреча по вопросам информационного общества, и тогда договорились, что нужна хорошая площадка, где представители правительств, представители бизнес-сообщества, интернет-пользователей, технического сообщества будут собираться и обсуждать вот эти глобальные подходы к вопросам интернет-говенанс, вопросам управления интернетом. Информационный форум не случайно прошёл во Владивостоке. Точки соприкосновения Запада и Востока, Дальневосточной столицы и месте проведения множества саммитов и конгрессов. Также на полях форума идут обсуждения, какие-то возможные совместные проекты, которые мы можем реализовать уже на уровне администрации Приморского края. Форум, как и положено интернет-мероприятию, имеет свой хэштег с англоязычной аббревиатурой. Помимо официальной и пленарной части, организаторы вели трансляцию через сеть, и любой желающий из любой точки мира мог задать вопрос участникам. Гости обсудили важнейшие вопросы в сфере кибербезопасности и кибергигиены, а также цифровую трансформацию экономики. Продуктивно или нет, пока судить рано. Евгений Черемухин, Евгений Апарин. Новости на Восьмом. Тем временем продолжается подготовка ко дню военно-морского флота во Владивостоке. Стало известно, что в этом году в параде, приуроченному ко дню ВМФ, примут участие боевые корабли дружественных стран Филиппин и Вьетнама. Малый ракетный корабль Тихоокеанского флота «Смерч» совершил успешный межбазовый переход из пункта базирования на Камчатке во Владивосток. Он был отремонтирован и перевооружен. На смену ракетному комплексу «Малахит» пришел комплекс противокорабельных крылатых ракет «Ураган». Участие в военно-спортивном празднике станет для корабля первым после модернизации. Но принять участие в празднике торопятся не только военные. Фонд Андрея Первозванного по случаю Дня ВМФ доставит во Владивосток мощи апостола Андрея Первозванного. Они будут находиться во Владивостокской епархии с 27 по 31 июля. Во Владивостокске в морском параде и военно-спортивном празднике в часть Дня ВМФ запланировано участие 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения. Стены Владивостока украсят китобои, фотографы и каторжники. Команда Павла Шугурова прокладывает на стенах почтового переулка квест по фрескам. Арт-объекты могут стать для жителей и туристов новым прогулочным маршрутом по одному из самых романтичных закоулков города. Все подробности в сюжете Дмитрия Беломестного. Почтовый переулок может стать новым прогулочным маршрутом для горожан и гостей города. На днях команда 33 плюс 1 преобразила некоторые из стен переулка. Здесь возникли изображения колоритных жителей Владивостока прошлых столетий. Первый такой барельеф появился в Приморской столице ровно 10 лет назад. Это был уничтоженный сейчас король миллионки. И вот арт-сообщество во главе с Павлом Шугуровым разработало целую серию рисунков и превратило все это в своего рода квест. Рельеф «Уличные музыканты» находится чуть выше памятника Элеоноры Преи, рядом с ее домом. Это изображение сделано по фотографии Преи. Когда-то, гуляя по Владивостоку, она запечатлела двух музыкантов. Это фреска своего рода приглашения для квеста. Этот усатый мужчина в деловом костюме и с удочкой был самым богатым человеком в дореволюционном Владивостоке. Отто Линкольм основал российскую китобойную промышленность. Именно поэтому у него в руках на фреске пойманные рыбы. Данный персонаж курит трубку и о чем-то задумался. Он не привязан к какому-то историческому лицу. Арт-объект «Бывалый боцман» создан для того, чтобы люди включили собственную фантазию. Далее изображение молодых девушек. Но за милыми лицами художники решили спрятать сложные судьбы катаржан. Эти владивостокские дамы – мужи-убийцы, отбывающие наказание. Художники выбрали почтовый переулок для своих работ, как они отметили, из-за романтического настроя. Идеи пришли из мифологии и истории нашего города. Нас интересовали не парадные сюжеты, то есть мы хотели изобразить не тех людей, которым надо бронзовые памятники поставить и приносить гвоздики, а персонажей близких к нам – простые люди в обычной жизни нашего города. Завершает квест Карл Шульц – самый первый владивостокский фотограф. При жизни прославился своим альбомом «Невест». В нем Шульц сколлекционировал фотопортреты девушек на выдане. За этими карточками к нему обращались почтенные граждане, ищущие себе спутницу жизни. На рельефе он художественно изображен со своей фотокамерой. Арт-объекты – это не отдельное панно, а целая серия произведений. Художники уверены – рельефы помогут задать новый туристический маршрут и для жителей, и для туристов. Дмитрий Беломеснов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. 20 и 21 июля в амфитеатре «Спортивной набережной Владивостока» пройдет вторая часть фестиваля ярмарки «Экологически чистое творчество». Этот фестиваль – возможность познакомить жителей и гостей города с ярким и самобытным талантом творческих коллективов Приморского края и работами мастеров декоративно-прикладного искусства. Организаторы – Приморский краевой центр народной культуры. При поддержке Департамента культуры Приморского края рассчитывают, что этот проект позволит поднять вопрос загрязнения окружающей среды и привлечь жителей Приморья к народным промыслам. По словам организаторов, проект «Экологически чистое творчество» ставит своей задачей обратить внимание общества на проблемы, связанные с экологией, содействовать продвижению активных людей, занимающихся с природными и экологическими материалами, а также пропагандирующих исконно русские традиции. Совенок Кузя – упрямец со сложным характером, обрел свободу в дикой природе. Бесконечно милый, но в то же время очень грозный постоялец Центра реабилитации тигров и других редких животных вернулся на волю. Он попал в руки ветеринаров, будучи совсем молодым птенцом-слетком ушастой совы. В Центр реабилитации Совенка принесли люди, ошибочно подсчитавшие, что его бросили родители. Без должной заботы малыш рисковал погибнуть, но специалисты Центра смогли вырастить птенца, сформировав в нем навыки самостоятельной жизни. С первых дней пребывания в гостях у ветеринаров птетомец проявил агрессию и нетерпимость к людям, чем завоевал всеобщую любовь и статус свирепого комка перьев. Однако малыш отлично чувствовал бы себя и в дикой природе, если бы его не подобрали люди. К слову, на сегодня в Центре реабилитации Тигр остаются два краснокнижных дальневосточных аиста и даурский журавль. Журавль из-за простреленного браконьерами крыла уже не сможет жить на воле. А вот с аистами ситуация более оптимистичная. Эти молодые птицы явно из одного гнезда порядка двух месяцев от роду и зарухнувшего с гнездом дерева оказались на земле. Их подобрали местные жители и передали в Приморский сафари-парк. А в Центре Тигр птицы, как и положено в таких случаях, пройдут реабилитацию и потом их выпустят в природу. Хоккеисты «Адмирала» ведут активную подготовку к новому сезону. Команда в обновленном виде тренируется на льду фетисов арены. За место в составе борются как местная молодежь, так и приезжие легионеры. Подробнее о первых сборах моряков расскажет Максим Яковлев. Прошлый сезон КХЛ для «Адмирала» оказался одним из самых тяжелых за всю историю клуба. Приморцев, как говорится, помотало. И в итоге они приземлились на предпоследнем месте. В межсезонье ожидаемо последовали изменения. Почти полностью обновился состав. По словам руководства, сейчас для команды самое главное – начать работать с чистого листа. Мы сейчас больше работаем в объеме, чтобы мышечная память вернулась. И мы больше внимания обращаем в техническое оснащение, передача, катание, раскил. Это самый основной элемент, технический, который сейчас нам не отходил, он сейчас идет в полномерии. Вкатываться после отпуска всегда нелегко, говорят игроки. На сборах сейчас можно увидеть и молодежь из дочернего «Тайфуна», и несколько иностранцев, и, в принципе, приезжих хоккеистов. Некоторые игроки, такие как, например, Вихарев, Воронин, Петров, не стали прощаться с «Адмиралом» и подписали контракты на следующий год. У нас остался костяк с того года. Новые ребята пришли, вот иностранцы подъехали, потихоньку знакомимся, сыгрываемся. Ну, с иностранцами, да так же, как и обычно в других командах, когда играешь, так же иностранцы приезжают, то есть знакомимся. Они потихоньку даже русский учат, поэтому проблем не будут. Говоря о трансферной кампании, руководство подчеркнуло, что работа по отбору кандидатов ведется на протяжении всего сезона. Есть сейчас и те, кто на пробном контракте. В общем, говорить о составе с уверенностью можно будет только в начале чемпионата. Больше остальных зацепиться за «Адмирал» хотят легионеры и ребята из «Молодежки». С тренеров я контактировал, еще в том сезоне подключал, работал со мной. Потом позвали в апреле на сборы, потренировался, подошли, сказали, что сейчас буду доказывать. Спасибо за шансы, руководству, тренеру смешал. Владивосток вообще классный, говорю, команда тоже, раздевалка тоже классная. Я думаю, что здесь все хорошо будет, и мы тоже как команда хорошо будем играть. Моряки пробудут во Владивостоке до конца июля, после чего их ждет насыщенный август, в котором «Адмирал» успеет побывать на сборах в Москве и Чехии. За это время приморцы также сыграют несколько контрольных матчей. Основной же сезон Владивостокский клуб откроет 3 сентября на выездной встрече с «Борысом». Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Штормовое предупреждение объявлено в Приморье. Сбываются худшие опасения синоптиков. Частичная разблокировка счетов группы компании «Восток Цемент» ситуацию облегчает, но не решает. Руководство холдинга предпринимает следующие шаги. Электронные паспорта придут на смену бумажным в России к 2022 году. Владивосток на этой неделе стал площадкой для проведения Азиатско-Тихоокеанского форума по управлению интернетом. Подготовка ко дню ВМФ во Владивостоке идет полным ходом. В морском параде примут участие 40 боевых кораблей. Хоккеисты «Адмирала» ведут активную подготовку к новому сезону. Команда в обновленном виде тренируется на льду фетисов арены. На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Встреча с акулой для приморца – случай хоть и нечастый, но предсказуемый. Наш местный вид – катраны. Акулы эти не слишком большие и, в принципе, для человека не опасные. Во всей красе некоторые виды акул можно увидеть в Приморском океанариуме. А вот на днях с помощью глубоководного аппарата в водах Атлантики удалось снять кадры, которые даже для ученых редкость и большая удача. На видео запечатлен акулий пир на глубине 450 метров. И то, как крупная рыба, глубоководный группер, ест акулу. На редкие кадры подводного мира смотрим вместе и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами был я, Сергей Комаров. Увидимся на восьмом.